Татьяна Лыбко и Олег Морозов – будущая надежда нашей нации. Они – представители такого вида спорта, как стрельба из лука. Это состязание требует точности, сосредоточенности и внимательности. На показательном выступлении ребята продемонстрировали высокий уровень подготовленности, попав в центр мишени. Слишком больших нагрузок физических у нас нет, но они также присутствуют. Я не считаю, что этот вид спорта очень сложный, его может освоить каждый. Самое главное, что начать надо желательно пораньше в возрасте, потому что чем позже, тем это сложнее. И больше достигнуть можно именно с маленького возраста, чем со старшего. В будущем я бы хотел участвовать в европейских играх, потому что это очень престижный турнир, на котором участвуют только лучшие спортсмены. Очередное воскресенье на центральной площади областного центра было шумно и многолюдно. А все потому, что спортивная акция «Вперед к европейским играм» пользуется популярностью и вновь собрала учащихся различных учреждений образований нашего города. Они с удовольствием знакомились с разными видами спорта, которые будут представлены на вторых европейских играх. Олимпийские игры – это нечто особенное. Это целое олимпийское движение, вокруг которого сплачиваются страны, люди разных возрастов, разных национальностей. А у нас олимпийское движение на особым счету. Много людей любят спорта, любят спорты, поэтому сегодня такое событие, как европейские игры, я думаю, оно набирает популярность. Ну, это большой шаг в развитии олимпийского движения в стране. Фехтование, бег, игра в футбол, бадминтон, работы на тренажерах и другие занятия. Особенностью спортивного праздника стали интерактивные зоны, с помощью которых все собравшиеся могли также проверить свои силы и почувствовать себя настоящим спортсменом. Намного увеличилось желающих посмотреть воочию вторые европейские игры. Именно, что чем больше мы показываем, чем больше мы пропагандируем наш спорт, тем больше людей хотят принимать в нем участие. Многие родители заинтересовались, привели, были звонки, как зачислить детей в спортивные школы. Поэтому я думаю, что вообще пропаганда спорта, как самого, должна иметь более широкую аудиторию. Это спортивное мероприятие не обошлось и без ведущих спортсменов Брещины, которые уже добились определенных достижений. Я люблю свою страну, я хочу, чтобы о нашей стране узнали все. И я думаю, что я как авторитет, но в своем виде спорта, и я думаю, меня знают, и молодежь проникнется. И я уверен, что взрослые, которые поедут на эти, ну, будут выступать на евроигры, они уже знают свое дело. А молодые, пускай, поймут, что не надо бояться никого и просто идти к своей цели и привести соло. Акция способствует здоровому образу жизни, заниматься спортом, знакомиться, укреплять свое здоровье. И я также присоединяюсь к этой акции и своим примером показываю, что это классно. Благодаря такой акции заинтересовать школьников точно удалось. И кто знает, может через годы тренировок они будут представлять нашу страну на различных чемпионатах, и мы обязательно увидим их еще не раз. Мне было интересно ознакомиться со всеми видами спорта, и сами занимался греблей, занимался. И хотелось бы для себя выбрать что-нибудь новое. Эти акции способствуют развитию молодежи, помогают людям выбрать свой нужный спорт, и просто развлечение для народа. На эту акцию я пришла вместе со своим классом, дабы узнать что-то новое о мире спорта, и уже бы участвовала в акциях стрельба из пистолета. У меня ничего, правда, не получилось, но я надеюсь, что это будет в будущем. Может, возможно, я займусь этим и развиваться буду. В мае Брест первым в республике встретит пламя мира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!